Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии, меня зовут Лена. Я продолжаю знакомиться с ароматами, новыми для себя, к которым я никогда не подходила. Я их изучаю и продолжаю вам о них рассказывать. Может быть, вам тоже будет интересно узнать, как слышится тот или иной аромат мне. Если интересен вам такой формат, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, я была недавно поблизости с моим домом. Находится парфюм Лидер, в котором у нас очень много ниши стало представлено. У нас такой вот магазинчик. Если вам интересно, в городе Омске, я говорю на Первомайском рынке, у нас такой магазинчик есть, где представлены и Монсера, и Монталь, очень много ароматов, и Гельм парфюмерии, и арабские парфюмы повставали, Латафа, в частности, там есть очень много люкса. И один такой ароматик люксовый я протестировала, до этого к нему никогда не подходила. Это парфюм Булгари Жасмин Нуар. Я уже, может быть, кто меня давно смотрит, вы, может быть, уже слышали от меня, что еще лет пять назад я бы сказала, что что, аромат с жасмином, фу-фу, не надо мне вообще никак ничего. Но на самом деле нота жасмина бывает очень красиво обыграна. Да, где-то кому-то она там очень неприятно слышится, в некоторых ароматах есть такое. Но именно Жасмин Нуар, я в парфюме у нас вот такие вот сейчас блотеры стали делать, подписанный парфюм лидер, я обалдела от этого аромата. Дорогие мои, он и сладкий, он цветочный и в то же время кремово-пудровый. Сочетаю вам пирамидку. Гордения, миндаль, зелень, жасмин, древесные ноты. Солодка, что самое интересное, бобы тонка, пачули, янтарь и мускус. Как здесь красиво все обыграно. Я не знаю, какую роль здесь играет солодка. Может быть, дает какую-то немножко как бальзамичность. Ну, это красивый жасмин, это сладковатый жасмин, пудровый, немножко кремовый, очень женственный, очень такой уютный, очень элегантный аромат. Я, если честно, в восторге, но что-то не в восторге я от цены. То есть пришла, давай мониторить ценник, что-то мне вообще не понравилось, если честно. Но буду искать, я себе в хотелочке его записала. Мне очень понравился, мне очень понравился этот аромат. Какая-то красота, просто неописуемая. Мне очень и очень... Он громкий, он шлейфовый, но он для меня не назойливый. Он какой-то недокучающий. Такой вот. Я бы, может быть, сказала, что есть немножко какое-то пересечение с трусарди-пуржасмин. Но нет, они совсем разные. Я бы сказала, что совсем разные. Ну, для, может быть, ненанюханных носов, и, как говорится, кому-то они покажутся чем-то схожи. Мне нет, они разные. Я вот Жасмин Нуар от Булгари записала себе в хотелочку. Другой ароматик, это уже нишевый парфюм от нишевого дома Вильгельм Парфюмерии. Я уже рассказывала, я подходила к этому бренду. Многим нравится Путана де Палас. Ой, что-то я путаю, это Элда. А там какая-то, что-то какая-то, какой же аромат-то все хвалят. В общем, я если вспомню, я подпишу. Ба, вообще у меня вылетело из головы. В общем, короче говоря, вспомню, подпишу. Но я его протестировала, если честно, чего-то он мне не зашел. Мне понравился другой аромат, который называется Чикаго Хай. Такое название интересное. Ребята, пирамидка шампанское, бергамот, ананас, табак, пачули, мед, кожа и интарь. Я не знаю, какую роль здесь играет шампанское. Но это, наверное, все-таки, чтобы воображение такое рисовало тебе Чикаго. То есть ты гуляешь с шампанским, куришь сигарету. Табак. Я здесь очень хорошо слышу табак. Табак этот такой сухой. Можно сказать, именно не сигаретный, а махорка. Вот я нюхала раньше. Я знаю, как пахнет махорка. Махорка, мне кажется, он здесь такой. Тут же пачули его делают таким глубоким и томным. Чуть-чуть замшевого аккорда. Вот, знаете, как будто бы ты в кожаной куртке. Вот эта вот махорка. А пачули какой-то немножко даже шоколадно-кофейный оттенок дают. Возможно, это пачули, мне кажется, как будто я и слышу здесь и кофеек. А мне в последнее время очень нравятся ароматы с ноткой кофе. И здесь почему-то в базе я слышу это кофе. Очень красиво. Какой он громкий, какой он стойкий. Вы знаете, этот блотер у меня, кстати, так же, как и жасмин. Им неделя. Они пахнут. Они до сей поры пахнут. Здесь больше Вильгельм Парфюмери проявился в базе мускус. Но, во всяком случае, на блотере. Да и на коже я тоже мускус слышу прилично. Но он меня не душит. На коже целый день продержался. Причем я обрызгала на кожу. Это дело все переползло мне на кофту. У меня кофта несколько дней. То есть, пока я, наверное, не постираю, будет пахнуть. Помылась после душа. Он все равно держался на мне. Мне очень понравился этот аромат. Я считаю его вообще полнейшим унисексом. Если о Булгарии, я думаю, что это все-таки более женственная композиция. Ну, как бы, кто любит мальчики, любит такое направление, конечно, пожалуйста. Ради бога. Но Чикаго Хай это стопроцентный унисекс. Мне понравился этот аромат. Очень необычно звучит. У меня что-то такого похожего в коллекции нет. И вообще у меня ароматов на тему табака. Там, грубо говоря, раз-два я обчелся. Вильгельм Парфюмери Чикаго Хай. А я себе в хотелочку записала хотя бы 50 мл. Ну, соточка, по-моему, там дороговато стоит. Дороговато этот бред. Ой, сейчас все дороговато. Так что, дорогие мои, вот такие две парфюмки протестировала. Для себя обе записала в хотелочки. Классные, классные ароматы. Мне избитые, интересные. Такого похожего сильно у меня чего-то нет. И очень-очень буду стремиться к их покупочке. Ну, а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!